физкульт привет друзья и ученики и просто случайный зритель все мы с вами прекрасно знаем о необходимости тренировать абсолютно все мышцы нашего тела и связано это для того чтобы мы могли гармонично развиваться но это касается эстетической стороны вопроса сегодня я хочу поговорить с вами о тренинге икроножной и комбаловидной мышцы через призму сохранения и улучшения здоровья особенно будет это интересно тем кто страдает или предрасположен к варикозному расширению вен а именно эти мышцы доктора называют вторым сердцем так как они способствуют поддержанию нормального кровообращения и если большинство из нас знают о необходимости тренировать абсолютно все мышцы тела в первую очередь для того чтобы гармонично развиваться то для того чтобы поддерживать нормальное кровообращение и тренировать мышцы голени уверен знает очень и очень мало людей даже докторов сокращаясь мышцы голени и в особенности комбаловидная сжимают тонкостенные вены помогая крови вернуться обратно к сердцу это происходит благодаря тому что в венах есть специальные клапана которые препятствуют движению крови по венам от сердца сопротивляясь гравитации исходя из этого мы понимаем важность тренировки мышц голени и в особенности комбаловидной мышцы которые можно и просто необходимо тренировать абсолютно всем людям не говоря уже о спортсменах для обычного человека достаточно делать простые упражнения в домашних условиях и больше ходить пешком избегать лифта что также будет служить хорошей тренировкой мышц голени стенки артерий более плотные и упругие в сравнении с венами по которым кровь возвращается обратно к сердцу поэтому так необходимо тренировать мышцы которые способствуют движению крови именно по венам а мышцы голени в особенности комбаловидная важны настолько что получили название второго сердца когда мы стоим или ходим сердце обеспечивает циркуляцию крови по артериям комбаловидная мышца в свою очередь возвращает кровь по венам обратно к сердцу когда мышечно-венозный насос барахлит сердце не может обеспечить нормального давления крови как следствие появляется дефицит питательных веществ так как именно сердечно-сосудистая система обеспечивает постоянное поступление всех питательных веществ и кислорода с кровью ко всем тканям организма возникают головные боли постоянная усталость варикозное расширение вен отечность ног головокружение и нечеткость зрения когнитивная дисфункция а также боли в суставах и в мышцах лучшим способом избежать всего этого является тренировка икроножной и комбаловидной мышцы но кому из вас доктора советовали подобное советуют все что угодно даже компрессионное белье хотя на мой взгляд это чистой воды маркетинг тренируйтесь друзья и не игнорируйте маленькие но такие важные мышцы как икроножная и комбаловидная надеюсь эта информация была полезна для вас не забудьте поделиться ею сделав репост в своих соц сетях удачи всем и увидимся в тренажерном зале и Субтитры сделал DimaTorzok